В Мангистау экстренная проверка. Там, на берег, снова выбросила туши тюлени. Рыб инспекторам пришлось срочно выехать на место. Их останки забрали на анализы. О загадочной смерти ластоногих Ирина Логвинова. Туши двух тюлений отдыхающие обнаружили вот здесь, буквально в нескольких метрах от моря. По словам очевидцев, это были детеныши, чьи тела так сильно разложились, что непонятно, что произошло. Специалисты рыбхознадзора практически сразу забрали тела на экспертизу. И сейчас в этом напоминает разве что неприятный запах. Специалисты по сложившейся традиции называют сразу несколько возможных причин. Самое популярное – особи не пережили зиму, естественный отбор. Менее привлекательные тюлени стали жертвой браконьеров и попали в рыболовные сети. Более точных данных инспекторы сказать не могут. Вот он, первый тюлень. Маленький. Маленький, наверное, давно уже выполняет. А там он, второй. Вон он. А его за волнами не видно. За популяцией вида следит Институт гидробиологии. По их данным, еще сто лет назад численность тюлени в этих местах доходила до миллиона особей. Сейчас нет и ста тысяч. Это сильно беспокоит ученых. Вот только изменить ситуацию пока не получается. Судя по видео, туши находятся в разложившемся состоянии. И данный факт делает невозможным проведение работ по взятию проб для определения значения гибели животных. Институт гидробиологии и экологии проводится мониторинг ежегодный и собирает количественные данные. Эти данные будут затем обобщены при учете общей смертности гаспийских тюлени. Подобные происшествия в Мангастау фиксируют из года в год. Но точных причин гибели тюлени назвать никто не может. Как правило, туши очень разложены. Исследовать попросту нечего. Как и в этот раз. Всего с прошлого лета нашли около 500 туш павших ластоногих. Но справедливости ради это относительно немного. На стороне Дагестана только прошлой зимой зафиксирована массовая гибель сразу 2500 особей. Ученые говорят, вопрос сохранения популяции нужно решать на международном уровне. Но вот дальше слов дело не идет.